Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вы знаете, на сайте Киевской городминистрации Киевской, не сейчас она уже Киевская войсковая администрация Опубликовали очень интересную инфографику Я вам сейчас немножечко расскажу Как киевляне, потому что я не на один день Вот 322 дня войны Российского фашистского этого нападения на Украину Скажем так Я не на один день Не выезжал из Киевской области Вот за эти вот дни Особенно включая февраль, март Не на один день Был все время или в Киеве, или в области То есть имеется ввиду, я был вот тут рядом Буча, Ирпень и так далее То есть все время был здесь И я могу вам рассказать, как очевидец этих событий Что же здесь было и происходило Так вот, сначала дам какие-то цифры Они очень интересны У нас оказывается Тревога, воздушная тревога Была 642 раза с начала войны Представьте себе, да? Немало так, да? Дальше Если посчитать общее время Воздушных тревог То есть когда все было Вот тревога идет Воздушная закрывается Все, и мы ждем чего-то там Ждем, пока позбивают эти ракеты Фашистские и так далее 28 дней 28 дней беспрерывной воздушной тревоги Так, чтобы для понимания, да? Киев принял 210 тысяч человек-переселенцев Из других регионов Огромное количество людей едут в Киев Потому что считают его более спокойным местом Действительно, это так В Киеве хорошее ПВО Но тем не менее И нам тоже прилетает Ну и так немало прилетало Да, было 88 обстрелов города За это время 120 киевлян погибло Именно от обстрелов города Самого города Имеется ввиду, конечно, обстрелы В основном Именно обстрелы Это которые были В начале войны Февраль-март Сколько домов Разбито Разбито Частично Повреждено И так далее 600 зданий в Киеве Повреждено Ну вот так То есть это очень много И как бы статистика печальная Я вам скажу К чему это все привело Вот 23 февраля Еще 23 февраля В Киеве было где-то 10% людей Около 10 По-моему 9% было Да, если я так не ошибаюсь Которые на выборах Голосовали за ПЗЖ И всякую другую Пророссийскую сволочь Типа Вторая партия Мураева Наш И вот эта вот Гадость вся Блевотина Вот эта Так вот На сегодняшний день Таких осталось Меньше 1% В результате Вот этих Что стало Практическим результатом Единственным Практическим результатом Российско-фашистских Налетов на Киеве Я вам скажу Тотальная ненависть к России Тотальная Если вы сегодня Спросите Чего Желают России Вот просто По улице идти И спросить Чего желает России Вот Трехлетнего ребенка Если вы видите Бабушку Которой 98 лет Можно спросить И ее Всех Поголовно Ну Самое мягкое Что они скажут Исчезнуть с карты мира Вот честно Вот у любого То есть Россию Ненавидят И презирают Поголовно Все Абсолютно Здесь нет людей Которые к России Относятся равнодушно Вот Скажем так То есть Тотальная ненависть К Российской Федерации Тотальное презрение К Путину Тотальная ненависть К Российским Вооруженным силам Ну Фактически Для любого Киевлянина Это не Вооруженные силы Это банда Террористов Убийц Мародеров Насильников Дегенератов И так далее Вот что такое То есть Вот к чему Мы пришли Если Путин Помните Он Оно Точнее Оно Пляшивое Вот это Визжало В начале Нападения В начале Войны О том Что Они хотят Деноцификации Ну так ты Получил Деноцификацию Вот попробуй Сейчас приехать В Киев Без охраны И пройти По улице Путин Он может даже С охраной приехать Тоже не пройдешь Охраны не хватит На запчасти Разберут На лего Только собирать Потом не будут Вот так вот Потому что Киев Это Украина И перед тем Как ты своими Пляшивыми мозгами Думал Что ты Нападешь Тут Всех Запугаешь И Все станут Тебе поклоняться Так же Как жители Ярославля Или еще Кого-нибудь Жуткого Российского Города Не Тут Тут Такие вещи Не проходят Тут На один удар Отмечают Двумя Поэтому Если Вот Вы у нас 600 Домов Разбили Да Кстати Часть из них Уже восстановлена Сейчас активно Восстанавливают То Подождите У нас очень много Беспилотников Долг Платежом Красен Слава Украине Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому